Что ж, друзья, еще раз всем добрый вечер, меня зовут Александр Иванчин. Сегодня мы поговорим про инструменты для оживления бизнеса в 2017 году, как я уже говорил в анонсе. Напишите, пожалуйста, привет, как меня слышно, я сейчас временно сделал чат доступным для всех, чтобы все увидели, все поздоровались. Потом, как обычно, я отключусь ненадолго, уберу камеру, чтобы видеотрансляции не было, так будет проще, просто практика показывает. Отключу видео и вернусь, собственно, и мы начнем сегодняшний тренинг. И сегодня я расскажу, как я уже говорил, просто вижу, люди прибывают, то есть я там полную картину того, как выглядит весь процесс заработка через интернет. И скажу, то есть что можно добавить, то есть не нужно, сейчас просто много предложений идет, но это как бы и нормально, то есть людей же стремление там заработать у всех, но и когда говорят, что все, теперь это прошлогодние техники, они не работают, сейчас будут новые техники работать, они немного лукавят, потому что я еще раз говорю, что когда мы понимаем, от чего зависит успех человека в интернете, то есть от того, как много продаж он может генерировать, то есть получается, чем лучше он разбирается в том, что хочет его аудитория, тем больше продаж он может генерировать, но это все как бы это логично. и выходит, что, ну то есть у людей, у них настрой, как бы и их желания, и их потребности с годами не меняются, и получается, если кто-то утверждает, что все, то, что работало раньше не работает, сейчас работает другое там в интернете в продажах, это значит утверждать, что у людей вот резко поменялась психология, и сейчас у них будет совершенно другая психология, то есть они совершенно другого будут хотеть там в новом году, и понятно, что те фундаментальные вещи, которые работали, они будут продолжать, еще раз говорю, что в силу того, что увеличивается уровень белого шума, увеличивается количество ну разных предложений, то идет бы привлечь внимание можно там с помощью различных спецэффектов, там с помощью увеличения срочности и так далее, но это, скажем так, это не старые техники и не новые, просто они и раньше использовались. Просто я вам покажу, какие инструменты лучше, чтобы мы общую картину разберем сегодня, то есть какие инструменты нам дают лучшие результаты, о этих вещах поговорим. То есть фундаментально я вам еще раз обрисую всю картину, и на самом деле у вас сегодня настанет, ну в общем, сейчас я уберу видео и сделаю так, чтобы чат видел только я, чтобы друг друга там не отвлекали, в любом случае, если что-то будет там... Вот, сейчас все отлично должно быть, сейчас и не будет звук прерываться, думаю, потому что бывает, когда видео еще и вещает, то перекрывается канал, ну и собственно со всем вытекающим. Еще раз, друзья, то есть как меня слышно, напишите цифру 5 тогда в чат, и мы начинаем сегодня, все, мы говорим про инструменты для оживления бизнеса в 2017 году. Сегодня не будет, все, вижу много-много пятерок, не будет сегодня там большого количества слайдов, будет по сути, знаете, что-то больше похожее, я не скажу, что это экспромт, просто я буду из головы как бы говорить и рисовать тут же в пейнте, то есть как я люблю, то есть схематично обрисую весь процесс, и это, наверное, те фишки, те результаты, которых не добьешься, собственно, показывая слайды и так далее. То есть когда рисуешь, показываешь карандашом и так далее, то есть это воспринимается лучше. Еще раз говорю, что да, каждый год, каждый декабрь есть спекуляции, что старые техники не работают, нужны новые, но я сказал свое отношение к ним, поэтому движемся. Итак, сегодня я дам, и сегодня каждый, кто присутствует на звонке, получит готовый план действий для создания и ведения успешного бизнеса через интернет. Это на самом деле будет полная картина абсолютно. В принципе, этот план, он был рабочим и раньше, и на протяжении многих лет его использовали все успешные участники нашего сообщества. Возможно, у кого-то сегодня снова настанет озарение и станет там на одну историю успеха больше. Я буду очень рад, что если хотя бы на одну историю успеха после сегодняшней трансляции станет больше. Если станет на 10, на 20, я буду просто счастлив и я буду считать, что этот год, в принципе, мы провели не зря. Те, кто еще не в нашем сообществе сегодня, в конце получат возможность подключиться к нашему сообществу с огромной скидкой и получить огромный бонус стоимостью 497 долларов. На самом деле так, я покажу вам его в действии. для существующих участников также и будет определенный бонус. И я дам перечень инструментов, которые помогут ускорить и усилить продажи. И также некоторые из них вы сможете увидеть в действии. Потому что я их продемонстрирую. И в конце трансляции я дам еще один бонус, еще два инструмента. Возможно, у многих они уже есть. И многие их используют, потому что я их несколько дней назад рассылал и предлагал скачать. Но с кем видимся впервые. То есть вы сможете получить инструмент, они очень мощные и очень полезные. То есть, которые вы сможете установить на свой сайт. И применяя те знания, которые сегодня я вам дам, вы сможете очень-очень резко увеличить количество денег, которые зарабатываете. Потому что вы сможете увеличить количество продаж, того продукта, который вы продаете. Вследствие того, что вы чувство срочности добавите всем вашим предложениям. Если возникают вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Я все вижу, все вопросы, все сообщения. Если появляется, что сказать. Хорошо. Приступаем. Я сейчас включу демонстрацию экрана, друзья, потому что я обещал, что я буду рисовать. В принципе, если согласны с таким регламентом на сегодня, напишите цифру 7. Я буду видеть, что все согласны. Отлично. Я пока включаю демонстрацию. Вот нажал на кнопку «Поделиться экраном». Вижу, все Евгений, Ирина, Надежда, Павленко, все 7.7, Вера Подогольникова, Юрий, Светлана, все Георгий, Вита, Ефимчук, Тамара Фролова, Андрей, Дзюба, все много знакомых лиц, Людмила. Все классно. Нажимаю на кнопку «Поделиться экраном». Все Виталий Савраченко, Нина Красоткина. Все круто. Сейчас я просто выберу область экрана, которой я буду делиться. И приступим. Сейчас вы можете видеть нашу конференц-конт, потому что она была в выделенной зоне. То есть вы видите сейчас, это моя любимая программа «Пэйнт» для рисования и ничего более подходящего никогда не мог найти. И мне очень нравится. То есть смотрите, весь успешный интернет-бизнес, он строится вокруг чего? Он строится вокруг списка подписчиков. То есть получается, чем больше у нас подписчиков, тем больше наши шансы на то, что мы заработаем. Это, конечно, не панацея, но, по крайней мере, это наша аудитория. И, естественно, если мы будем выстраивать взаимоотношения с ними, отправлять им письма, ну, естественно, мы будем зарабатывать. Вот поэтому, может быть, какие-то моменты вам покажутся с знакомыми, но я начинаю, получается, как бы с самого начала. То есть если говорю «кажется знакомыми», то ничего страшного, там будет небольшое повторение, но в целом, в целом, вы увидите сейчас целостную картину. И на каждой составляющей мы с вами еще подробнее остановимся. Итак, вот все начинается с такого небольшого сайта. Вы все видели, где человеку что-то обещается? Бесплатно, очень ценно, очень классно, взамен на его адрес электронной почты. Потом мы приводим на данный сайт посетителей. Приводим на данный сайт посетителей. Это трафик. Что происходит дальше? То есть человек, который смотрит и видит, что мне нужно всего лишь ввести свой адрес электронной почты для того, чтобы получить что-то классное и ценное, он вводит, он переходит на страницу с вашим предложением. То есть это простой алгоритм, который многие интернет-предприниматели используют. То есть он переходит на страницу с предложением, где также может быть текст, может быть короткое видео, которое предлагает человеку купить какой-либо продукт совсем-совсем недорогой. Недорогой, но очень-очень полезный. И стоит он, как правило, 100-200 рублей, не больше. И если в долларах писать, допустим, я укажу 5 долларов. Совсем, чтобы человек очень легко мог приобрести данный сервис и что угодно вы ему продаете, чтобы он даже долго не думал. Это если вы, допустим, продаете свои, какие-то продукты, созданные лично вами. Вот это обязательно нужно понять. Дальше, если вы продаете продукты, созданные не вами, потому что многие начинают с того, что продают продукт или какой-либо сервис, созданный другими людьми, тогда это тоже хорошо, и эта модель тогда будет работать. Но, то есть, смотрите, что здесь важно сделать? Важно вот так вот передвинуть немножко эту страницу и здесь добавить кое-что новое. Объясню, почему. То есть, смотрите, была страница подписки ваша личная, и получается, когда человек зашел, то есть, вот вас зовут, допустим, Виталий, и человек видит, да, что он от Виталия будет получать там сообщение, или Виталий ему предлагает получить что-то бесплатное, классное, прямо на свой адрес электронной почты и полезное. Вот. И если сразу Виталий, допустим, продавая там чужие партнерские продукты, будет переадресовывать человека на страницу с презентацией, которую уже записал другой человек, который, ну, скажем так, это не Виталий. Выходит, что потеряется связь. Вот эта связь, то есть, человек будет, он забудет про то, что, ну, скажем так, Виталий создал эту страницу, про то, что он в список подписчиков к Виталию попал, он будет, он запомнит только этого человека. Ну, такова психология, мы это исследовали, и это происходит постоянно. Поэтому, если мы занимаемся продажей партнерских продуктов, то здесь лучше всего поставить такую промежуточную страницу. И здесь может быть, смотрите, в зависимости от уровня вашей уже подготовленности, вашего профессионализма, просто кто-то, бывает, только начинает свою деятельность, и у него, ой, я говорю, мне сложно записать видео, или там нет времени, ну, и так далее. То есть, может быть, одно из двух. Первое, допустим, страница, где вот Виталий, тот Виталий, это человек, который создал, создал эту страницу, то есть, он человека приветствует, говорит, слушай, классно, я тебе там прислал кое-что полезное на твой адрес электронной почты, и видео, которое там я тебе обещал, ты можешь посмотреть прямо сейчас, поэтому нажми на данную кнопку, и перейдешь для просмотра уже того видео, ну, которое я тебе обещал, а дальше уже видео продает продукт, который там приносит там небольшие деньги. И выходит, собственно, вот такая связка будет работать очень хорошо, потому что и человек помнит, ага, что это вот Виталий, и значит, он будет от него получать письма, и значит, будет, ну и дальше, когда ему, собственно, когда ему автор, то есть, когда ему Виталий будет присылать письма, он будет их открывать, то есть, он будет помнить, кто его, собственно, направил. То есть, до сих пор, друзья, все ясно, все понятно. Поставьте, пожалуйста, цифру 8, если все ясно. Я вот сейчас посмотрю на чат. Или, допустим, если что-то не ясно, то напишите «не ясно». Я тогда перейду к странице. Вот, Люция Гагарина пишет 6. Так, в основном вижу 8. То есть, смотрите, это касается того случая, когда вы продаете продукт, созданный чем? То есть, если здесь первый человек, это второй, и у вас пришел подписчик, чтобы он запомнил, что это вы, вам нужно ему представиться. Прежде чем вы его будете адресовать к другому человеку, к третьему, вам нужно, чтобы он вас запомнил. Поэтому мы вставляем данную страницу, то есть, личное видео, или, допустим, просто ваша фотография, и вы там звук наложили. Но в любом случае, чтобы он вас запомнил. Еще бывает, если, допустим, Лене, там, записывать видео, там, или непонятно, как это делать, или пока, там, боитесь камеры, микрофона. Можно поместить здесь такую страницу, где, там, привет, классно, все, что я вам, все, что обещал, выслал вам на почту. Поэтому зайдите на ваш адрес электронной почты, и вас уже ждет мое письмо. Если вы, там, не имеете письмо в папке входящей, зайдите в спам, и нажмите не спам. И, получается, в письме вы в любом случае человеку, там, представитесь, то есть, вот, первый контакт есть именно с вами, и потом скажете, поблагодарите его, спасибо, что присоединился к моему списку. Все, что я обещал тебе здесь, вот, ты можешь перейти, там, и посмотреть это видео, скачать, там, что я обещал, ну, и так далее. Собственно, в любом случае, вам должна быть промежуточная страница, если это продукт, который вы продаете, не ваш. Вот это важно для того, чтобы мы построили долгосрочный список подписчиков. Вот это обязательно. Вот. Что происходит дальше? Естественно, если мы привлекаем вот таким способом посетителей на данную страницу, это нам будет стоить денег. И мы строим, вот, вот это называется самоликвидирующееся предложение, вот, которое здесь, там, ну, стоит недорого. В чем смысл? В том, что здесь нам не нужно продавать что-то дорогое, нам важно, чтобы, по крайней мере, мы хоть немного, хоть наполовину, хоть, ну, совсем на 100% отбили за расходы на рекламу. То есть, вот это первая цель, чтобы у нас строился список подписчиков наших, чтобы у нас хоть как-то отбивались расходы на рекламу. И дальше, дальше мы можем уже зарабатывать на более дорогих предложениях. Потому что, вот, есть первая, да, то есть, мы за 5 долларов что-то продали, и это позволило нам отбить расходы на рекламу. Потом, а потом, потом, а, вот, все, я вижу, все, спасибо вам, Саша, нечаянно выскочили цифры, отлично. Зарабатываем на последующих продажах, на более дорогих и так далее. То есть, и это работает не только в интернете, то есть, и это в офлайне я все чаще и чаще вижу. То есть, когда вас приглашают купить что-то недорогое, и получается, вы дорожку уже протоптали в тот или иной магазин, и вы потом, скорее всего, вернетесь туда и снова, чтобы купить что-то уже более дороже. Здесь, допустим, может быть, там уже ценник 47, 197, ну и там, допустим, 997, ну или там 1997, что вам приносит там большую прибыль. То есть, смотрите, вот так выглядит система заработка. То есть, мы привлекаем трафик в нашу воронку продаж, то есть, в нашу систему, да. У нас первая задача за счет дешевого предложения отбить хотя бы частично расходы на рекламу, и потом зарабатывать уже с последующих предложений. То есть, будут это наши продукты, будут это не наши продукты, в любом случае, то есть, вот с этой лестницы мы зарабатываем. Скорее всего, вот люди, которые понимают суть бизнеса, то есть, в чем принцип, они могут создать потом какой-то собственный продукт, но недорогой. Для чего это делается? Смотрите, что, то есть, когда человек перешел к вам в список подписчиков, вы ему сразу можете предлагать что-то, созданное вами, недорогое. И это позволяет вам строить свой собственный список покупателей раз и укреплять взаимоотношения. То есть, человек понимает, что, а, это он от вас лично получил вот что-то за недорого, но очень-очень-очень много пользы. И когда в следующие, то есть, в следующие письма он будет от вас получать с предложением купить что-то еще другое там и так далее, он будет понимать, а, да, вот он мне столько пользы принес, скорее всего, и дальше, что он мне будет советовать, это тоже будет настолько же полезно. Вот, как он будет получать письма от вас дальше, то есть, смотрите, что происходит. Когда человек переходит, то есть, вводит свой имя и адрес электронной почты на вашей странице подписки, он переходит в ваш список подписчиков и начинает получать от вас письма. Начинает получать от вас письма, первое, второе, третье. И все эти письма его ведут куда? На вот это вот первоначальное предложение, то есть, купить там за 5 долларов. Что-то недорогое. Вот. И они приходят автоматически. После того, как автоматическая серия писем кончилась, вы можете ему присылать еще разовые письма, то есть, которые там каждый день или раз в 2 дня, то есть, письма с так называемыми эпизодами, которые будут человеку уже предлагать ему перейти на данное предложение, либо какие-то другие товары или другие услуги будут ему также предлагать приобрести. Вот, собственно, так выглядит процесс. Смотрите, друзья. Но, естественно, мы сейчас более углубленно об этом поговорим. Это здесь получается трафик, который, то есть, это ваш. Когда человек перешел в ваш список подписчиков, он стал вашим трафиком. То есть, вы можете отправить письмо вашим подписчикам с предложением чего угодно абсолютно и вставить туда ссылку на одно, на другое, на третье, и, естественно, они будут это приобретать. То есть, это ваш трафик. Трафик, который приходит с рекламы, то есть, вот это здесь, да, это трафик, который вы контролируете. Напишу, контролируете. То есть, вы подали рекламу, люди пришли, не подали рекламу, люди не пришли. Но, также, есть еще и трафик, который вы не контролируете. Так, вижу. Который вы не контролируете. То есть, смотрите. Это трафик с блогом. Сейчас я тут подотру. Нужные вещи. Снова беру кисточку. Смотрите, что здесь происходит. То есть, у вас, вы не можете контролировать, люди сами вас находят. У вас статья на блоге. Статья на блоге. То есть, важно понимать, что поисковые сервисы, будь то Google, Rambler, Яндекс, Яху и так далее, они не позволят людям прямиком находить ваши страницы с формой подписки в интернете. Потому что у Google есть алгоритмы, то есть, он понимает, что, ага, если у человека на странице есть просто заголовок, никакой статьи, ни информации, и форма подписки, и больше ничего. Значит, это, ну, человек растит свой список подписчиков. Значит, очень скоро, то есть, даже если вдруг на какое-то время люди случайно там вбили в поисковом запросе, там, как построить список подписчиков, или там, как починить потолок, ну, что-то там тематическое, и увидели вашу страницу, то еще не скоро они перестанут видеть, потому что Google и Яндекс, они сделают все для того, чтобы ваша страница для сбора подписчиков перестала, перестала быть видна людям, которые ищут там ту или иную информацию. Вот, и как здесь выходить из этого положения? То есть, есть трафик, который мы не контролируем? Я вот напишу «не». Это люди, которые нас находят, которые ищут информацию в Гугле, получается, или в Яндексе, в поисковых системах, и находят наши статьи. То есть, мы делаем публикации, размещаем их на сайте, человек нашел, почитал, и смотрите, если мы размещаем подписную форму внутри нашей статьи, а можем еще видео добавить, да, то это человек, который нашел нас в поисковой системе, перешел на нашу статью, почитал информацию и так далее, и увидел еще форму подписки, чтобы узнать подробнее, чтобы получить подарок, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, он введет свое имя, адрес электронной почты, чтобы узнать о нас что-то более подробно. Или, допустим, мы еще можем здесь баннеры разместить. Вот это традиционная модель, и она работала, и она работает до сих пор. У людей стали проблемы с тем, что они, скажем так, вот тех, кто приходит на страницы их блонда, на страницы их сайта, они не могут их перевести в своих подписчиков. Наша задача, чтобы человек ввел свое имя, адрес электронной почты, и перешел уже либо на данную страницу, где мы ему там поблагодарили и так далее, и переадресовали его на страницу уже с нашим самоликвидирующимся предложением, либо, допустим, мы уже создали свой собственный продукт, такой небольшой, и тогда человек перейдет уже сразу на страницу подписки. Вот так, друзья, выглядит весь процесс. Сейчас мы сюда будем глубже копать в некоторые моменты, которые, я считаю, станут более значимыми в 2017 году, и вот над подготовкой к чему мы работаем. То есть, смотрите, вот есть трафик, который мы контролируем, не контролируем, но у нас задача, чтобы весь этот трафик стал нашим, чтобы люди приходили на страницы, на первую, на вторую, вводили свои адреса электронной почты и попадали в наш список подписчиков, чтобы он становился все больше, больше и больше. Поэтому мы им потом можем отправлять ежедневные письма, они получают автоматическую серию писем, и мы зарабатываем при этом, потому что мы один раз отправили что-то полезное людям, второй раз отправили что-то им, предложили купить и так далее, заполнить анкету, и, собственно, таким образом мы зарабатываем. Друзья, на текущий момент все ясно. То есть, я знаю, что разные у нас люди могут находиться в комнате, вот у нас уже почти 50 человек, и, друзья, вот кто... То есть, хорошо, да, я вижу просто многих знакомых лиц, и, естественно, вам тоже, конечно, это ясно, потому что вы давно уже с нами, и сейчас как бы там обучаетесь. Кто открыл для себя, то есть, у кого наступило озарение на этот момент, друзья? Напишите, пожалуйста, цифру 7. Я вот увижу, то есть, Татьяна Шеваткина написала, да, здесь ясно. А у кого вдруг, у кого настало озарение какое-то, друзья? То есть, напишите цифру 7. Ну, если, допустим, ничего вам здесь вы принципиально нового не открыли для себя, ну, тоже скажите, напишите нет. Мне тогда просто интересно, вот сейчас Светлана Петрук, вот Гаврилов, Това, Тамара Фролова, все семерки поставили. Так, я пока петь. Вита Ефимчук, еще раз, еще раз 7. Отлично. Софья Владимирская. Все, Анна Микешкина. То есть, вот смотрите, вот это, друзья, вот это Виталий Савраченко. Классно, спасибо. Все, а вы сами видите, да? Мы не знали о неконтролированном трафике. Нина, смотрите, вот Вера Подугольникова, то есть, это да. То есть, в любом случае, это трафик, который нас может находить. Евгений Кубенко, все 7. 7. Классно. Нам просто нужно понять, как его конвертировать в наш трафик. Сейчас давайте я это все сотру. То есть, со временем, со временем становится все сложнее. Конечно же, то есть, вот когда человек приходит в интернет, допустим, да, и думает, это многие, но многие это пытаются учить. Я сейчас заведу блог, заведу свой сайт, немножко попишу статьи, обзоры буду размещать, и польется все, как из рога изобилия на меня деньги, потому что я стал блогером, я завел блог, и люди будут сами меня находить, и сами будут у меня покупать. Это, конечно же, такая вот голубая мечта. И я в свое время, я тоже мне очень интересно было, и очень хотелось, вот как сделать так, чтобы я просто пишу блог, а люди на него приходят, сами находят, и я зарабатываю деньги. И я уверен, друзья, что многим хотелось бы, чтобы было так же, то же самое. Но реальность, она такова, что сейчас все немножко по-другому. И смотрите, конечно же, когда мы пришли и начали совершать операции, то есть, начали построить свою систему, воронку, то есть, страницу подписки, лестницу ценностей выстроили, да, и череду из, как бы, менее дорогих, более дорогих продуктов. И мы все поняли, то есть, первый трафик, который будет к нам приходить, вот эти вот посетители, да, на нашу страницу, это же, конечно, лучше всего, да, что люди там с рекламой, там с прямой, с косвенной и так далее, вот. И никто, никто не списывает со счетов блог, но перед тем, как мы поговорим про него, то есть, я хочу вот на что обратить внимание ваше. То есть, смотрите, люди даже, бывает, не сразу покупают, когда вводят свое имя, адрес электронной почты на нашей странице подписки. То есть, мы, то есть, вот, ну, еще раз этот процесс, я сейчас говорил, что мы про каждую составляющую поговорим с вами более подробно, потому что мы последовательно с вами идем. И я надеюсь, что до сих пор у вас, как бы, есть вот четкое представление того, вот, что, зачем и в какой, то есть, и в какой поочередности нужно выполнять. Вот. То есть, человек ввел свое имя, адрес электронной почты на подписной странице. То есть, дальше он перешел. Здесь может быть, да, допустим, страница, где мы там человеку сказали спасибо, там, перейди в свой почтовый ящик, или просто поприветствовали его и перевели на страницу с предложением, да, то есть, здесь просто наше приветственное видео. Я надеюсь, что у нас с каждой нашей трансляцией и с каждым месяцем будет все больше и больше людей, которые решили, что, ну, все, хватит. Я буду свои видео записывать. Тем более, я, кстати, еще один бонус добавлю. Я его смогу вам раздать через дня три. И мне обязательно напомните, в Фейсбуке там хоть где, знаете какой? Когда, вот кто-то бывает, он стесняется записать видео. Ничего страшного, мы вам дадим возможность, то есть, записать аудио и наложить его на свою фотографию. То есть, у нас есть такой инструмент, я о нем необоснованно забыл. Вот, я проверю, проверю, напомните мне обязательно, вот кто, с кем мы давно знакомы. И я думаю, что все нормально будет, выдадим. Вот, хорошо. То есть, видео поприветствовать, человек ввел свое имя и адрес электронной почты. Мы его поприветствовали с помощью видео или картинки и аудио. И здесь он нажал на кнопку и перешел на страницу с продажей. Вот уже страница с продажей. На данном этапе уже происходит интересная кнопка «Купить» и так далее. То есть, что лестница ценностей, мы это понимаем. Но сейчас мы поговорим про серию писем. То есть, смотрите, когда человек ввел свое имя и адрес электронной почты, то есть, он попадает в наш список подписчиков, и ему начинают прилетать письма. Первое, второе, третье. И всегда есть люди, то есть, это автоматическая серия писем, всегда есть люди, которые готовы купить сразу же. Есть люди, которым нужно время. Есть люди, которые ничего не купят, пока не узнают, кто вы, пока не поймут, что, допустим, что «А, вот он такой же, как и я, вот у него были проблемы, он их решил с помощью данного продукта, да, поэтому я тоже его хочу купить». То есть, много-много разных условий есть для того, чтобы человек перешел, скажем так, чтобы в нем родилось желание купить. И поэтому вот у нас на каждый случай должна выстраиваться такая автоматическая цепочка писем, которые постепенно вводят человека в то состояние, когда он хочет купить. То есть, об этом, может быть, мало кто говорил, но я вам могу вкратце сказать. То есть, смотрите, то есть, когда мы понимаем, что люди, то есть, ну, что, это же приводит к тому, что люди принимают решение, да. То есть, ну, сначала, когда им, как бы, рассказывают, ну, логически, да, то есть, что, то есть, ну, какие выгоды, какие выгоды они могут получить от использования данного продукта. То есть, предложение, которое здесь там недорогое. Человек ввел свое имя от электронной почты, ему говорят, слушай, вот, вот есть такое-то предложение, вот такое-то предложение, стоит так недорого, и он помогает сделать это, это, это. Все. То есть, получается, показали потенциальный результат. И если, допустим, человек не купил, да, то на следующий день ему прилетает письмо, вот это вот второе, да, которое, как бы, еще у логических доводов добавляет, что, да, многие там тоже, допустим, думали, что им не нужно, но, в общем, еще человеку, как бы, объясняет, для чего это ему может быть нужно. То есть, если он даже не понимает, как бы, на текущий момент, что ему может понадобиться, там, данное предложение. Все. То есть, первое письмо объяснило просто выгоды, второе, там, логические доводы. И в третьем письме, я вот обведу сейчас несколько раз, здесь мы добавляем срочность. Срочность, то есть, страх, потери, потому что, бывает, человеку, да, ему объяснили преимущества, ему повели логическое обоснование, и он думает, ладно, ладно, хорошо, я куплю когда-нибудь, да, я вам помните говорил, что бывает, человеку нужен внутренний толчок. И когда ему говорят, слушай, вот ты сейчас пока думаешь, а предложение может закончиться, а я могу тебе потом уже, потом не достанется, то есть, или ограничено, или потом затеряется в пучине информации, то есть, все, ты не найдешь его, и ты так не получишь этих результатов, то есть, и, ну, в зависимости от того, там, какой уровень у вас срочность там есть, да, то есть, или я перестаю тебе предлагать, или я, допустим, бонусы больше тебе не дам, ну и так далее. И очень часто, очень часто, когда вот возникает чувство дефицита, многие люди решаются на покупку. И я, знаете, в этом тоже на самом деле каюсь, потому что я многие свои покупки совершал, вот когда мне говорили, слушай, а все кончается, то есть, либо сейчас, вот последние там 7 часов, либо уже никогда все, цена повысится, бонусы закончатся, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, а поставьте, пожалуйста, семерочки, вот кто тоже под воздействием вот такого вот, скажем так, вот под воздействием вот этого вот чувства дефицита тоже принимал решение, потому что мне будет интересно. Вот, пока вижу, да, то есть, иногда, иногда, да, то есть, иногда ты вроде чувствуешь, что, да, есть, как бы вполне логично, мне там объясняют, но вот пока не скажут, что предложение может закончиться, я там решение не принимаю. Да, на самом деле, вот такое часто, часто, друзья, происходит. И кто это понимает, тот, естественно, этим пользуется, а потом думаешь, ой, а зачем же я это купил? Ну, примерно так, да, вот, вот, а очень часто мы благодарны, слушай, я многим, да, часто я совершал ненужные покупки, необдуманные, часто я совершал все-таки покупки, да, думал, я много денег отдал, но как я тебе благодарен за то, что ты меня подтолкнул там, к тому, чтобы я это приобрел. Там это было программное обеспечение для создания, ну, когда мы еще не писали собственные сайты, когда это было для создания сайтов с закрытым доступом, ну, и какие-то там участия в коучинговых группах. То есть всегда вот срочность, срочность она решает. Вот, и смотрите, сейчас эта модель, она хорошо, она работает, да, и, друзья, я уверен, что многие, многие уже с подобной, то есть многим подобное встречалось, потому что вот кто у нас в закрытой группе в Фейсбуке находится, я выкладывал файл с шаблонами данных писем, вот, а сейчас мне, знаете, интересно, какой вопрос задать вам, то есть как часто вам, вот встречалась подобная цепочка писем в Рунете, друзья? А просто, знаете, не нужно там, как бы, как часто, напишите, да, если встречалась, нет, если не встречалась. То есть у каких-то людей, которые вам пытались сделать предложение, там, где вы подписывались на странице, вот если цепочка вот таким образом была выстроена, вот, Ирина написала, нет, вот Анна, Нина пишут, да, да, Татьяна, Виктор, да, все-таки вот это есть. И смотрите, друзья, Роберт пишет, отлично, хорошо, спасибо, вот кому-то почти не встречалось, кто-то пишет, да, вот, сейчас тогда смотрите, есть еще другая модель, и вот, когда, ну, мы понимаем, что много-много уже людей так действует, и это будет работать, но если мы хотим, чтобы еще дополнить, мы можем сюда вплести еще нашу историю. То есть, с одной стороны, вот эта вот выгода, логика, страх, да, вот этот вот, из того шаблона даже, который в группе у нас выложен, можно же сюда вплести историю, то есть мы можем добавить сюда, как бы, небольшой сериал. То есть, и выходит, что первое письмо будет, ну, сначала поздравительное, а потом написано, что я там встретился с такой-то проблемой, в общем, мы раскрыли драму какую-то, которая у нас в жизни происходила, и, то есть, большую-большую проблему, с которой мы встречались, нет покупок, нет продаж, нет денег, там, и так далее, но в зависимости от того, с чем связано это предложение, нет подписчиков, ну, и так далее. В общем, какая-то проблема, а потом говорим, ну, в конце я нашел решение, как долго я его искал, и вы можете тоже познакомиться с этим решением. А в следующем, в следующем письме я вам расскажу о том, какие знания, осознание каких принципов не позволяло мне найти решение раньше. То есть, получается, мы создаем такой небольшой сериальчик, да, то есть начали с проблемы, с большой-большой проблемой, с которой столкнулись, мы чуть ли не на дне жизни оказались, а потом вас говорим, и я вам расскажу о тех, как бы, о тех неочевидных вещах, которые меня в эту яму затолкали. То есть, и, получается, мы создали с вами зацепку такую на следующее письмо, и вот наш читатель, он ждет, ну-ка, что там еще будет? А в этом письме мы рассказываем, что начал я, как и все тогда-то, сделал, собственно, раз, два, три, ничего не сработало, ничего не сработало, и просто, и прямо можно так написать, и уперся в стену, и человек себя узнает, он, потому что, скорее всего, тоже упирался в стену, там, ну, в зависимости от того, какой у нас продукт, мы говорим, да, и хорошо, что я нашел, собственно, данное решение, о котором вы тоже можете узнать, и, собственно, ссылка стоит на данное предложение. А в следующем, в следующем письме я вам расскажу о том озарении, которое у меня наступило, и, то есть, единственная деталь, которую, после того, как я осознал, она позволила мне очень легко и просто потом достигать результатов практически в любой нише, там, чем бы я ни занимался. То есть, смотри, если начинаем мы с драмы, потом предыстория, а третье письмо – это озарение, озарение. И здесь мы говорим, а все просто, то есть, допустим, если у нас там программа «Родать секрет секс», все, не надо искать волшебную кнопку «Деньги», да, просто ты занимаешься тем, что строишь список подписчиков и отправляешь им письма. Все, это озарение, это просто, но, тем не менее, это прибыльно. То есть, в каждой нише, допустим, с чем бы там, с чем, с решением бы какой проблемой не был связан ваш продукт, вы, когда выстраиваете таким образом серию из писем, которые людям прилетают, получается, так или иначе, они вовлекаются в вашу историю, потому что одно письмо вытекает из другого, и им становится интересно купить. Они начинают себя соотносить с вами и думают, о, если ему помогут, значит, и мне поможет, и значит, да, я тоже куплю, потом видят озарение. То есть, и в каждом письме, естественно, ссылка на покупку данного продукта. Друзья, теперь позвольте задать вам вопрос. Вы увидели, как бы, различие между двумя моделями, которые я вам дал. И скажите, поставьте цифру 9, вот кто, как и я, думает, что вторая модель, она будет более действенная, будет более действенная, чем первая, вот если как мы выстраиваем автоматическую серию писем. Пока просто, видите, как бы, вы написали 9, отлично, Роберт, Вера, Виталий, очень много. То есть, и в этом нет ничего сложного, в принципе. То есть, если мы таким образом выстраиваем серию писем, то есть, я вам просто дал чуть ли не под кальку, понимаете? Вы когда будете пересматривать эту трансляцию, просто, как бы, я вам дал, что, в какой последовательности писать. И что обязательно делать, чтобы эффект сериала был? Что, а в следующем письме, продолжение, а в следующем письме я вам расскажу. Вот, даже если это вы внедрите, будет уже очень-очень круто. А мы тогда движемся дальше. То есть, смотрите, все, сериал закончился. Получается, сериал закончился, и человек либо купил, либо не купил. Что происходит дальше? Вот даже если это внедрить, это получается тоже та же самая автоматическая серия писем, но это увеличит продажи, по крайней мере, у меня это увеличивает достаточно. Когда я это стал внедрять, ну, раз в 20 точно. Вот. Но потом, как быть с повседневными письмами? Смотрите, здесь уже тоже поинтереснее, потому что, вот, есть у нас, есть блок, да, давайте про блок поговорим. Про блок. И мы на блоге можем что-то публиковать. Вот повседневные письма, они из чего там будут состоять? Из, ну, во-первых, каких-то там наших наблюдений. Допустим, история из жизни, но которая очень сильно соприкасается с вашим маркетингом, то есть, с вашей нишей, то есть, ну, с продуктом, и просто вы написали, что вот я шел, видел там люди, как бы, мучаются, там, или, допустим, у них результат нестабильно, а как хорошо было бы, если бы они, допустим, сделали автоматизацию в своем бизнесе, и там можете продолжение истории прочитать там на моем блоге. Все, то есть, человек получил письмо, получил письмо, и в нем ссылка на блог, то есть, он зашел на блог и, как бы, полностью здесь прочитал уже весь текст. То есть, почему это можно делать? То есть, смотрите, я сейчас говорю о блоге как о способе для выстраивания взаимоотношений с вашими подписчиками, не как о способе привлечения откуда-то людей из интернета. Это тоже возможно, но это будет потом. Я вам скажу чуть позже, то есть, как это может происходить. То есть, смотрите, все, вы отправили письмо, люди, то есть, смотрите, почему не нужно всю эту простынку, весь вот большой текст статьи писать в письме, там неудобно читать. И это первое, да, то есть, и вторая, вторая причина, то есть, когда человек переходит на статью на саму страницу, да, чтобы прочитать продолжение, то есть, у нас, как бы, у него микрообязательство возникло, то есть, человек нажал на кнопку, чтобы перейти, потом нажал на ссылку, он читает, он уже, как бы, он думает, я же нажал, значит, я полностью прочитаю. Здесь вы можете разбивать текст на абзацы, что-то там выделять, как бы, жирным, да, потом еще абзац и так далее. Плюс здесь могут быть еще дополнительные, как бы, там, можете видео вставлять или там баннеры, но об этом чуть позже поговорим. Вот, и выходит, что больше взаимодействия и читается легче, ну и плюс то, что он перешел на сайт, то есть, это его позволит, как бы, позволит ему дочитать. И также это позволит вам еще, ну, это уже сложнее, но тем не менее, ретаргетинговый пиксель, если вставить сюда, то есть, потом можно, как бы, очень дешевую рекламу подавать людям через Фейсбук, но это уже, как бы, следующий уровень, я пока не буду возгрузить этим. Ну, собственно, почему людей перенаправлять на блог, даже с помощью, как бы, публикуя вот подобные статьи, я думаю, сейчас, как бы, логику вы увидели. И здесь уже, то есть, ну, смотрите, вот, как бы, у человека микрообязательство, то есть, он, значит, дочитает, выстроит взаимоотношения, то есть, раз мы просто записали наблюдение из жизни, то есть, которое так или иначе соотносится с нашим бизнесом. А следующее, что можно сделать, допустим, вышел продукт какой-то, да, и мы решили, что напишу-ка я обзор, напишу-ка я обзор продукта, там, какого-то нового сервиса, да, то есть, написали обзор, свое отношение к нему и свою рекомендацию, то есть, как его использовать, то есть, покупать, не покупать и так далее, все, то есть, внизу там комментарии, человек может оставить комментарий, потом прочитать, когда вы ему ответите, то есть, это еще один вариант, то есть, вы, получается, человека, то есть, многие, да, там встречали письма такие, да, вот мой друг и коллега, там, Евгений запустил такой-то сервис, вот, нажмите, перейдите там на ссылку, как бы, купите, а если, допустим, там написать письмо, что мой друг и коллега запустил такой-то сервис, такой-то продукт, и я записал подробный обзор или там видеообзор, как его делать, то есть, как его использовать, и нажмите на ссылку, чтобы прочитать полный обзор, потому что я считаю, что это очень полезная штука, там, что он запустил. Естественно, человек, он быстрее, у него будет больше мотивация, чтобы там перейти по ссылке и просчитать обзор на вашем сайте, раз, да, и здесь вы можете сказать, что да, вот, вот есть моя ссылка, продукт, созданный другим человеком, можете на нее нажать и купить, там, получить комиссии, то есть, вы получите комиссии, то есть, человеку вы обосновали, почему ему нужно, вот, и он, значит, будет с большим желанием приобретать данный, там, продукт у вас и так далее. именно по вашей ссылке, вот, собственно, это первое. Второе, у вас на вашем сайте всегда же есть, ну, допустим, ссылка, да, там, ваше уникальное предложение, там, работать с вами вместе, или, там, допустим, подписаться, там, на ваши, как бы, новые, там, обновления на блоге, или, ну, что-то еще, то есть, человек, когда зашел на ваш сайт, то есть, если ему там интересно, он, скорее всего, пойдет еще и по другим ссылкам потыкает, и другие какие-то, другие какие-то обзоры почитает, и, естественно, он у вас уже, ну, что-то купит, то есть, получается, если просто, как бы, письмо и ссылка на продаемую, как бы, на страницу с презентацией, то есть, от этого может быть выхлоп намного меньше, нежели, если бы вы, вот, записали свой обзор на блоге, написали на блоге свое отношение и так далее, и чтобы человек уже потом, там, принял решение о покупке, там, вы получили комиссионный, да, если бы продукцию с другим человеком, и, там, чтобы вы, ну, как бы, заработали больше. Вот, друзья, то есть, на данном этапе, то есть, в принципе, есть, есть, как бы, есть различия, то есть, вы увидели, ну, как бы, логику, для чего я рекомендую, для чего, по крайней мере, я стараюсь использовать блог, то есть, чтобы, ну, на самом деле, был, как бы, во всем смысл, то есть, люди, во-первых, то есть, они видят, что я потратил время, то есть, я написал обзор, то есть, я о них подумал, то есть, я написал, чем именно им может, там, помочь то или иное, там, предложение, там, созданное даже другими людьми, и я, может, даже, там, на своем примере свое отношение, там, как бы, раскрыл, и, естественно, человек, когда видит, что это не просто, а, вот, покупай, то есть, видит, ну, еще обзор, то он, конечно же, будет покупать, ну, будет переходить по ссылке и так далее, ну, с большим желанием. А теперь представьте, если вот один раз вы это сделали, один раз обзор, прислали второй раз обзор, и человек, он начал доверять, он видит, все вы круто присылаете, и он уже привыкает переходить по ссылкам в ваших письмах, и, естественно, естественно, он, получается, вы его натренировали, и, значит, вы и дальше будете зарабатывать уже проще, проще и лучше, не с первого дня, да, но вы, по крайней мере, это делаете, отсылаете письма тем людям, ну, которые, они уже у вас были в воронке вашей, то есть, они в вашем списке подписчиков уже были, и, значит, они уже есть, им же надо что-то присылать, не просто же о погоде, да, значит, нужно вот какие-то бизнес-предложения, то есть, люди подписываются, когда они, ну, с явной целью, да, можно вплетать в ваши бизнес-предложения еще и, ну, с какие-то ваши истории, чтобы они видели, что это, ну, на самом деле, с человеческим лицом все, но все-таки, все-таки, когда, то есть, есть там еще какого-то коммерческого плана предложения, то есть, им на самом деле это выгоднее, то есть, и люди покупают, переходят по ссылкам в письмах. Вот, друзья, поставьте «да», если вы здесь со мной согласны, то есть, с данным методом использования блога, а мы тогда перейдем к вам, с вами, к следующему этапу, то есть, смотрите, как мы можем увеличить теперь, увеличить отклик, то есть, смотрите, если, давайте еще, я вот пропустил, да, вижу много-много «да», спасибо, если вот у нас статья, и вот смотрите, про трафик, который мы не контролируем, то есть, когда у нас есть, вот, допустим, сбоку, да, сбоку, снизу кнопки «поделиться», кнопки «поделиться», если мы это делаем, вот тогда мы идем в социал, да, тогда мы, как бы, идем в соцсети, называется, то есть, и люди делятся информацией полезной, и что происходит? Когда человек поделился ссылкой на вашу статью, другие его, как бы, друзья увидели, ой, как интересно, как круто, тоже перешли, почитали, и, естественно, они стали вашими подписчиками, попали в вашу воронку продаж, потому что мы с вами знаем, как, то есть, у нас на каждой, внизу каждой статьи, то есть, всегда есть, там, баннер, кнопка, там, форма подписки, для того, чтобы человек перешел по вашей ссылке, перешел по, точнее, запомнил форму, перешел по вашей ссылке, ознакомился с вашим первым предложением и начал получать автоматическую серию писем. То есть, получается, вам необходимо, ну, вот это делать. И плюс также, то есть, ну, вот это делать я имел в виду форму подписки, чтобы человек, который пришел к вам на статью блога, то есть, он увидел, что вот, можно, оказывается, ввести в форму свое имя e-mail и получать больше информации об авторе данного материала, чтобы это всегда было на видном месте. И также, также, можно располагать ссылки на другие, на другие статьи, вот, типа, вот статья была о том, а, кстати, советую вам еще ознакомиться с данной статьей, она там, на сопряженную тему, там, обзор другого продукта. И так далее, и так далее, и так далее. Когда мы таким образом делаем, то есть, это просто постепенно, не спеша, то, естественно, ну, вот это и называется выстраивание взаимоотношений с подписчиками через блог. Вот это называется, люди постепенно начинают привыкать, переходить по ссылкам в ваших письмах. И они, получается, они вас читают, они вас воспринимают как человека. Потому что я вижу очень мало предпринимателей в Рунете. Я сам, на самом деле, нечасто это делаю, у меня просто много времени уходит на создание, именно создание систем продуктов. Но я сейчас все больше и больше, как бы, стараюсь чаще писать в блог, там, присылать письма и так далее, ввел, забрасывал, вот. Но большинство, скажем так, имейл-предпринимателей, они этим вообще не занимаются. Они просто присылают, как бы, очередное предложение купить очередную ерунду или на очередной вебинар. Все, то есть никаких взаимоотношений, там, через блог. Вот, конечно же, письмо, там, должно содержать заголовок, что не запись на блоге, там, от 29 ноября, ну, что-то пооригинальнее, там, три секретных фишки. Или там еще, ну, и как бы, и так далее, и так далее. То есть, чтобы у человека было всегда любопытство. Потому что, если мы будем мастерами разжигания любопытства в людях, значит, мы будем всегда в деньгах. И если особенно у нас это любопытство, то есть, мы, когда человек, любопытство в нем разгорелось, и он, ну, на самом деле, получил пользу от того, что он, там, перешел по ссылке или, там, приобрел то, что мы ему предлагали. Вот, друзья, то есть, на данном этапе, думаю, как бы, я вас убедил, почему вот блог – это хорошо. И, смотрите, почему, вот, какие именно статьи, то есть, какого именно характера вещи можно публиковать на блоге, то есть, какие-то подсказки, там, бизнес-советы и так далее. Ну, вот, что на самом деле будет полезно, и что можно присылать своим подписчикам. Вот, здесь я, как бы, вижу много-много «да», и я, на самом деле, рад, что у нас взаимодействие идет такое активное. Вот, давайте сейчас подробнее поговорим о том, теперь, что делать с посетителями блога. То есть, смотрите, кто-то мне говорил, ой, меня перестал блог приносить деньги. Но, в первую очередь, конечно, люди имели в виду, что их перестали находить в поисковиках. Второе, наверное, они стали жаловаться, что, если даже меня кто-то нашел, он не выполняет, не переходит по ссылкам, не нажимает на баннер и так далее, что от него требовалось. Допустим, у всех есть в углу такой баннер, и, типа, вот, перейди, получи семь секретов. Хорошо, баннер можно оставить, но смотрите, друзья, у многих блогов хромает графика. Вот, и когда мы создавали все эти вещи, вот сейчас все присутствуют здесь, Нина, Сергей Белявский, Евгений Кубенко, то есть, всегда было сомнение, сомнение, что, а нужно мне будет, это и не нужно, да, какие-то новые плагины, новые инструменты, там, ну, мы их запускали там на английском языке, но был результат, значит, и в Рунете будет. И сейчас я понимаю, что это как бы круто. То есть, смотрите, хромает графика, и человеку зачастую, чтобы, там, создать классную картинку, с классным, там, текстом, призывом к действию, классно оформленную, ну, нужно время. А чтобы и потом разместить на сайте, то есть, нужно фотошоп дизайнеров знать и так далее. Вот, поэтому, вот у нас мы, Евгений, запустил плагин Convocala. То есть, что значит? То есть, просто классная картинка, ты вставляешь ее в свой текст, вставляешь свой текст, и на ней, там, ты можешь свою фотографию, ну, фотографию чего-то классного, и прямо на ней, там, разные эффекты, там, регулировать. В два нажатия кнопки мыши, там, совмещать призыв, то есть, размещать призыв к действию, там, нажми, там, и так далее. То есть, не у каждого человека есть, там, армия дизайнеров, которые на него будут работать, чтобы он, там, размещал красочные картинки у себя на блоге. То есть, как привлекать внимание людей, которые, ну, скажем так, которые заходят на наши статьи? Естественно, с помощью красочных картинок, естественно, с помощью призывов к действию, которые находятся прямо внутри картинок. И, если уж у нас блог на WordPress, то, вот, получается, с помощью данного плагина, вот, Евгений очень хорошо, как бы, сделал выбор, и я считаю, что, ну, по крайней мере, вовлечение людей увеличивается, уровень вовлеченности людей в наши, скажем так, вот, просмотр сайтов. И в силу того, что сейчас, если уж говорят, что, ой, все плохо, там, все не работает, то потому что, как раз, не охотятся за вниманием людей, которые заходят на блог. Дальше, то есть, смотрите, с помощью вовлекающих элементов видео, то есть, все сейчас эффекты вам расскажу. То есть, допустим, человек начал смотреть видео. Видео ваше, которое вы разместили на блоге, проматывает страницу вниз, так многие делают потом вам, он промотал видео уже не в поле зрения, оно у него появляется там в правом нижнем углу, то есть, он его снова смотрит, думает, о, как интересно. То есть, по крайней мере, вы снова привлекли внимание. То есть, это униный инструмент такой. То есть, и выходит, что, и вы, получается, у вас оживленный блок, то есть, там есть видео вставленное, и смотрите. То есть, там можно, когда регулируют, что человек человек, он смотрит видео. Все люди любят смотреть видео, которые размещены на страницах. Потом, бац, через какое-то время под видео появляется кнопка, там, или форма под видео выплывает вот прямо. Там можно запрограммировать на какой секунде. То есть, сейчас, друзья, сейчас просто вот все эти вещи, они будут очень результативные. И вот сейчас как раз за счет этого выезжать будут, ну, как бы, владельцы сайтов. То есть, не просто за счет того, что, о, разместил статью, жду, когда люди придут. То есть, нужно привлекать внимание людей, удерживать внимание людей, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с помощью новой графики, когда у вас, вы тратите меньше времени, красочные картинки размещайте. То есть, это хорошо, когда разные видео, то есть, это тоже хорошо, когда, то есть, есть вовлекающие эффекты. То есть, это, как бы, это хороший момент. Дальше. Есть еще у нас, говорю, то есть, что мы создали, для чего это нужно. Когда человек заходит на вашу статью, то есть, на вашу блог, да, вверху у него такая вот строка, прямо, у меня спецпредложение, там, сегодня, сегодня, там, и так далее. Позвони, напиши, перейди по ссылке, и т.д. и т.п. Просто есть, как бы, это не новая техника. И, в принципе, как бы, все эти вещи не новые, но они использовались, ну, слишком банально. Что размещение, там, графики, что размещение видео на блоге, что, там, как бы, строки с уведомлением, там, появляющиеся в верхней, либо в нижней части сайта, то есть, экрана. Вот сейчас, с помощью данных вещей, как бы, можно очень круто, очень сильно увеличивать вовлеченность аудитории. И, поэтому, поэтому, то есть, я советую всем присмотреться, друзья. То есть, чтобы, как бы, вы знаете формулу, и чтобы, допустим, вот вы с таким трудом привлекли человека, там, внимание человека к тому, чтобы он перешел на блог, чтобы все-таки он еще, как бы, задержал свое внимание на вашей странице, чтобы ему бросилось прямо в глаза, вот, ваше спецприложение. То есть, вот, за эти вещи нужно сейчас бороться. И, естественно, вот на все, на все, вот, новые инструменты, которые мы сейчас создаем, которые мы внедряем, нужно обращать внимание, друзья, потому что это будет, как бы, сейчас делать рынок. То есть, эти вещи будут создавать новые тренды. Потому что, я говорю, сейчас внимание, то есть, внимание нужно не только, как бы, привлечь, нужно еще удержать. А удержать, вот, за счет, скажем так, различных, там, всплывающих и ненавязчивых, главное, графических элементов. Нажмите, пожалуйста, то есть, поставьте цифру 8, кто со мной согласен. Может быть, якобы, что-то придумал, а может быть, ну, на самом деле, я говорю правильно, то есть, вот я вижу Тамара, Ирина, Роберт, Люция, то есть, все согласны, Виталий Савраченко, Николай, Виктор Фрейдин, классно. То есть, просто на каком-то этапе мне казалось, что на каком-то этапе мне казалось, всегда бывает сомнение, думал, может быть, не готовы, может быть, не готовы. И, ну, на самом деле, если бы мои опасения подтвердились, то есть, это было бы, наверное, самым громким моим, ну, самой громкой ошибкой. Но я увидел, что это на самом деле круто, это на самом деле увеличивает вовлеченность. И поэтому, ну, скажем так, я на таком позитиве вам рассказываю. То есть, новые инструменты, и просто сейчас вот вы в любом случае остаетесь, ну, скажем так, у вас есть крутая информация, которую вы сегодня получаете уже. Я надеюсь, вам до текущего момента было очень полезно то, что я вам рассказывал. Напишите, пожалуйста, 10, друзья, 10 напишите в чат, вот кому, то есть, сейчас раскрылись глаза вообще на то, как выглядит весь процесс заработка в интернете, то есть, как выстраивать, то есть, что сначала, что потом и так далее. Может быть, какие-то вопросы есть, то есть, напишите, пожалуйста, вот у нас все видят чат, но сейчас я пока вижу только 10, то есть, вам всегда что-то давали, всегда были какие-то недосказанности. Я надеюсь, что сейчас вот у вас есть целостная картина, понимаете? Да, начинается все со страницы подписки, по странице списка подписчиков, что делаем дальше? Дальше вам письма, то есть, им серию писем отправляем, то есть, нашли, что продавать. То есть, пересмотрите, когда эта запись будет очень хорошо, я говорил, что обязательно нужно конспектировать, потому что не все, как бы, во время пересмотра записи получают всю пользу, потому что кому-то там в онлайн трансляции, но в целом, в целом, то есть, вот эти вещи, то есть, уже все-таки мы от количества переходим к качеству, и вот эти небольшие изменения, которые мы, скажем так, вносим вот в свой, как бы, в по стране свои системы, заработка, привлечения, вовлечения, то есть, они могут уже дать очень-очень-очень большие, как бы, большие результаты. Ну и плюс, смотрите, обратить внимание нужно на графику, то есть, графика с призывом к действию обязательно, обязательно, чтобы были у нас вот строчки с уведомлением, это строка с уведомлением называется, Facebook ее давно использует, Google Chrome тоже. Поэтому, если мы будем, там, в некоторых случаях строки с уведомлением, там, в верхней, в нижней части сайта использовать, это будет также привлекать внимание людей, посетителей нашего сайта, к нашим предложениям, то есть, графика, вовлекающая видео. Вот, и смотрите, друзья, я вам, как бы, говорил про презенты, которые я обещал, то есть, все это будет, там, буквально через минут 15. Вот, я вам говорил, что я вам еще покажу вот этот бонус, бонус, который мы приготовили, то есть, наш онлайн-сервис, который мы приготовили для, скажем так, новых участников. Хотите его посмотреть в действии? Напишите «Да». То есть, я, на самом деле, тоже очень, как бы, с большим удовольствием его сейчас покажу. То есть, тот, который позволяет, и вот эти все еще таймеры обратного отчета, то есть, все очень в два нажатия кнопки мыши добавлять на страницы ваших сайтов. Вижу очень-очень много дан. Вот, давайте тогда я сейчас остановлю, как бы, экран. Сейчас поставлю видео, видео YouTube. Так, сейчас минуту. Вот, потому что все, говорю, сейчас у нас идет все эти предзапуски, то есть, сейчас вот период вот таких, мы демонстрируем все, над чем работали. И, как бы, многие наши ученики, то есть, и, собственно, и мы тоже не потеряли время, потому что, говорю, сейчас начнутся вот декабрь все эти подготовления и так далее, то есть, вооружение и, ну, январь – это все новые тренды, то есть, кто-то их уже и в декабре начнет использовать, то есть, это уже очень хорошо. Вот, хорошо, все, тогда я включаю видеодемонстрацию. Итак, друзья, сервис под названием Video TakeOver мы создали совместно со своими партнерами и продвигаем его на территорию англоязычного интернета. Также я подумал, что он будет очень полезен и обитателям русскоговорящего интернета именно сейчас, потому что датный сервис, он позволяет увеличить ваши партнерские продажи, добавлять срочности к вашим предложениям различного рода, добавлять, позволяет таймеры с обратным отчетом и строкой, призывом к действию на страницах вашего блога. Зачастую у вас просто может не быть времени, чтобы там установить плагин, там настроить строку и так далее, куда проще будет, допустим, сконструировать один бар, естественно, в соответствии со всеми пошаговыми видеоуроками, скопировать его код, то есть, это намного проще, и после этого уже добавить на строчку своего сайта. Это может быть абсолютно любой сайт, не нужно, чтобы был сайт на Wordpress, просто чтобы была обычная страница. Еще раз повторюсь, абсолютно любой сайт. Я просто добавляю новую страницу, сейчас вы видите, пишу пусть будет тест 1, размещаю здесь какой-либо тестовый текст и вставляю тот код, который я скопировал. Это очень просто, то есть, каждый может скопировать и вставить текст. Сейчас посмотрим, как выглядит моя страница. То есть, смотрите, внизу страницы появилась строка с таймером обратного отсчета и, собственно, с кнопкой с призывом к действию. Кнопки я могу менять, я могу устанавливать, какие хочу. Допустим, если я нажимаю на кнопку «Править» данный бар, я могу выбирать любую-любую кнопку и могу также загружать свои кнопочки сюда, то есть, и прямо на сайт и использовать их уже для размещения на моих строках. Мы вам также дадим комплект кнопок, которые вы сможете, собственно, загружать на сайт и использовать для своего бизнеса, там, на русском языке. Так, обратите внимание, здесь у меня просто была демонстрация другого плагина, то есть, сверху он добавляет строку с призывом к действию, это плагин Infobar. То есть, вот это первая функция, которая вам позволяет добиться онлайн-сервис под названием Video Takeover. Дальше, если я, допустим, хочу разместить виджет, не проблема, то есть, просто хочу, чтобы в моей статье, то есть, на моей странице был еще таймер обратного отчета, где я, допустим, по тексту говорю, принимайте решение быстрее, потому что вы видите таймер обратного отчета, как только он достигнет нуля, предложение мое исчезнет. Сейчас я обновляю страницу и видите, идет таймер обратного отчета прямо посередине моей страницы, но это еще не все. Смотрите, я могу добавлять еще и блоки, то есть, сбоку, которые будут выскакивать, то есть, могу просто выбирать, когда именно они будут всплывать. Вот, собственно, блок, в котором вы видите данное видео, то есть, либо по времени, то есть, через какое-то время после того, как человек зашел на мой сайт, либо я, допустим, хочу, чтобы он всплывал по мере того, как человек пытается покинуть страницу моего сайта, либо сразу при загрузке. То есть, все-все-все русскоязычные видеоуроки вы получите, естественно. Дальше, просто так же выбираю кнопку, да, здесь могу все, что угодно менять, то есть, текст, который по окончании видео и так далее, так далее. Могу даже там на английском языке, правда, видео выбрать, но вы можете свои записать. Но, то есть, сейчас я перейду, если в мои блоки, вот, выбираю кнопку MB, да, допустим, при загрузке. Все, копирую данный код и, естественно, ты просто должен его вставить в свою страницу. То есть, все просто. И вот тогда еще будет всплывать блок, вот, который вы сейчас видите на страницах вашего сайта. Более того, вы можете перейти в раздел «Мои страницы» и, получается, делиться страницами из чужих сайтов. Вы можете делиться страницами из чужих сайтов, ну, естественно, через ваш собственный сайт и добавлять на них свои всплывающие блоки. Сейчас, смотрите, я добавлю блок. Вот я просто покажу, как это легко очень делается. Вот тот блок видео, который я только что сохранил некоторое время назад. Сейчас обновлю страницу. Смотрите, как сразу, как только загрузилась страница, всплыло видео и, собственно, вы видите то же самое видео, которое сейчас вы наблюдаете на странице моего блока. Здесь я могу менять кнопки, кнопки, могу добавлять таймеры обратного отчета, как вы видите, вы сейчас, заголовки добавлять, ну и так далее. И все это делается в два нажатия кнопки мыши, друзья, то есть абсолютно-абсолютно все быстро. Также я вам дам дополнительный плагин, который позволит вам и делиться страницами из чужих сайтов через уже страницы вашего блога, потому что по умолчанию, да, у каждой страницы будет такой адрес, видео takeover.us, ну и слэш и, собственно, тот адрес, который вы ей присвоите. Также можете смотреть статистику, то есть сколько было переходов и так далее, и так далее, и так далее. Сможете добавлять коды ретаргетинга. Друзья, поэтому я настоятельно рекомендую, не ожидать публичного запуска. То есть сейчас в рамках вот, собственно, я надеюсь, вот та небольшая презентация, которая была, то есть демонстрация, она вас впечатлила, друзья. Поставьте, пожалуйста, пятерки, вот кому данный онлайн-инструмент показался очень полезным. Просто важно понять, то есть оно только мне показалось таким крутым полезным или всем. Все, вижу много-много пятерок. Тамара, Вита и Виталий, ой, я даже замелькал, замелькал, то есть Андрей, Серик. Вот, поэтому, смотрите, он как раз мы, то есть сейчас, смотрите, если у нас будет вот это перенасыщение, да, в 2017 году, то есть нужно будет, кто оперативнее там среагирует, да, на какие-то вещи, ну тот, собственно, и будет в прибыли. И если мы делимся, допустим, страницей там с чего-то сайта или, допустим, каким-то партнерским предложением и добавляем свое всплывающее видео прямо поверх той страницы, которую мы поделились с кнопкой и с таймером обратного отчета. Естественно, это будет добавлять срочность, это будет ускорять принятие решения и так далее. Если таймеры прямо живые будем добавлять в свои страницы, если будем добавлять там строку с таймером обратного отчета внизу или вверху своих страниц на своем сайте, то есть это тоже оно, как бы, оно будет увеличивать продажи. Вот. Я вам сейчас скину ссылку, кстати, через некоторое время, где вы сможете, ну как я вам и обещал, то есть про подарок, то есть если у вас есть свой сайт на Wordpress, вы можете просто установить этот плагин и он будет добавлять таймер обратного отчета на странице вашего сайта. Просто таймер обратного отчета и вы там можете призыв к действию размещать, ну и ссылку, куда он будет переходить, чтобы это будет увеличивать срочность. Это если у вас есть там, как бы, есть ваш сайт на Wordpress. И также будет, второй плагин будет добавлять, скажем так, то есть люди, которые заходят на страницу с вашим спецпредложением, будут видеть, ну что столько-то людей, помимо там человека, который посетил вашу страницу, также просматривают эту страницу, ну то есть, грубо говоря, он добавляет счетчик прямо там в режиме онлайн. Вот. Смотрите, то есть, что касается вот данного онлайн-сервиса, он на самом деле был запущен нами в конце лета, в конце лета, и он принес там, он больше ста тысяч долларов там за первую неделю. То есть это, получается, это передовые инструменты, то есть это те, которыми пользуются и сейчас топовые маркетологи во всем мире. И, естественно, в интернете он будет сейчас, ну вот, у кого он будет на вооружении, то будет как несправедливое преимущество даже перед остальными участниками. Поэтому я считаю, что, ну, на самом деле это будет то, что поможет, поможет действовать. И мы его публичный запуск планируем через пару недель, то есть в середине декабря, то есть, ну, когда у нас все вот наши там последователи там свои там, как бы, по крайней мере, там распродажи сделают, то есть все равно там небольшой, как бы, будет запуск. И, смотрите, я сегодня, когда решил, сегодня, когда решил, ну, смотрите, рассказать про, рассказать про целостный подход, рассказать про то, как можно привлекать внимание там посетителей к вашим предложениям и так далее. И я думал, чем бы, ну, надо же чем-то пошли, чем-то удивить. Я вам говорил про этот бонус, потому что мы дадим и базовую про-версию, и, ну, на самом деле, это стоимость там 497 долларов. Я решил его дать просто тем, у кого будет годовой доступ к сообщеру NetSecretX. Сейчас просто идет кибернеделя, то есть, вот, черная пятница, это, как бы, буржуйский праздник, да, то есть, первая пятница после Дня Благодарения, потом, следом, Киберпонедельник, ну, и дальше начинается сезон распродаж, то есть, мы решили сделать скидку на годовой доступ к нашему закрытому сообществу. NetSecretX, то есть, это первое. И помимо этого, помимо этого, дать бонусом, то есть, всем, кто получит доступ к нашему закрытому сообществу NetSecretX, дать бонусом, собственно, вот этот вот доступ к онлайн-сервису, то есть, получается, и к базовой, и к про-версии. Вот, поэтому я размещаю баннер сейчас, вы можете, как бы, его там перемещать, можете прямо нажать на сам баннер, то есть, он кликабельный, и откроется ссылка в новом окне, и там, вы уже можете увидеть его в действии, то есть, там уже, получается, заиграя там видео, вы сможете видеть таймер обратного отчета, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И также, то есть, это предложение действует пока таймер. То есть, смотрите, если у вас уже есть доступ к сообществу, вы можете оформить заказ, то есть, вот с этой вот, даже со скидкой, и когда вам прилетит уведомление об оформленном заказе, просто ответом напишите, у нас, потому что там ребята отвечают на письмо, то есть, вам нужно будет только разницу, разницу, как бы, покрыть, и, ну, то есть, между тем уровнем, вот, который у вас приобретен, тем уровнем, который у вас приобретен, ну, собственно, и вот этой вот 13700, то есть, с полной стоимостью. Для тех, кто на самом деле считает, что это то, что ему поможет, то, что ему поможет зарабатывать, то, что ему облегчит жизнь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот я сейчас вижу, Ольга написала, что онлайн-сервис, как бы, полезен. Смотрите, здесь, да, нет, то есть, в разнообразии плагинов, в WordPress, вот, смотрите, то есть, каждый плагин под задачу, и, то есть, нет нужды на один и тот же сайт, как бы, устанавливать все плагины. То есть, плагины, это всегда хорошо, но у нас также мы, как бы, тренинги, даже вот внутри урна SecretSix, сейчас вот получается, мы все, о чем говорили, у нас там все пошагово дается. То есть, вот ваш привлекательный персонаж, вот так мы строим серию писем, там, сериал, вот так мы, собственно, выстраиваем воронку, вот так код ретаргетинга, то есть, все-все-все пошагово, вот так наша страница подписана, вот инструменты. То есть, все бонусы, все как бы, все пошагово, и когда блог про сайт будет, он там появится уже скоро, то есть, мы говорим, что часто-часто, то есть, не нужно один и тот же сайт перегружать всеми плагинами, которые только есть. То есть, можно создавать там, ну, и в отдельных папках. Ну, то есть, эти все вещи, они в пошаговых видео есть. Также, смотрите, друзья, я обещал про бонусы, вот я скинул ссылку на статью на своем блоге, у нас там у нас, я его забрасывал, потом заново все переустановил в виду, то есть, он не такой насыщенный, но перейдите на нее и сможете просто прочесть статью, то есть, если у вас еще нет этих, как бы, подарков, можете ввести своими адресами электронной почты, вот там форму, которая внизу, в самом нижней части экрана, и вы получите их на свой адрес электронной почты ссылку на получение этих двух инструментов для увеличения срочности вокруг вашего предложения. Вот, поэтому я считаю, что, то есть, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, то есть, это достойное такое вот, достойное предложение для, скажем так, кибернедели, там, достойной черной пятницы, киберпонедельника, вместе взятых, потому что получаете онлайн-сервис, то есть, это получается онлайн-сервис, но вам не нужно абонентскую плату за него платить, то есть, это вот у вас вечное пользование абсолютно остается, и плюс годовой доступ в сообщественной Secrets X с огромной, с огромной скидкой. Смотрите, если я не прав, пожалуйста, то есть, что это выгодное предложение, напишите мне в чат, я увижу, или, если, допустим, я прав, тоже напишите, чтобы я тоже тогда пойму, что, ну, на самом деле, может быть, я как бы достойно вам, как бы достойное поздравление, скажем так, или, может быть, ну, вы оценили, собственно, этот бонус, вот, напишите, пожалуйста. А я также готов еще ответить на вопросы, которые у вас, скорее всего, возникли. все отлично, Вита написала. Вот. Потому что, на самом деле, нужно, как бы, продвигаться, и мы по инструментарию, по нашему собственному ProNet Secrets X мы много тренингов, как бы, проводили, и там внутри много тренингов, и, то есть, когда мы дополняли вот весь список инструментов, то есть, что там будет в арсенале у участников, то есть, в какой последовательности. Сейчас, как бы, все есть, то есть, набор графики для создания онлайн-размещения на сайтах, то есть, именно для, там, заголовки, буллеты и так далее, набор, там, неограниченный набор страниц подписки, или, там, допустим, продающих страниц, которые, там, можно тоже на своем сайте размещать. То есть, все мы их сделали. Вы просто, ну, как бы, внутри, внутри их получаете все. Вам активируется доступ. Просто, то есть, данный, как бы, онлайн-сервис, видеотейковер, мы его запускали совместно с Бреттом, Бретт Рутеки. И Бретт – это человек-продукт, просто человек-продукт, у которого, то есть, сейчас, вот он все больше и больше понимает маркетинг, но, то есть, у него, как бы, он видит проблемы, и он создает решение, то есть, часто. И, потом, как бы, есть обратная связь, и мы выходим, мы друг друга дополняем отлично. И, естественно, то есть, получается, вот такой симбиоз. И, когда я говорил, Бретт, у меня, вот, есть, как бы, русская команда, то есть, и, вот, русский сообщество, у него задача, чтобы как можно больше людей зарабатывали в интернете. Он говорит, ну, хорошо. То есть, что им нужно? Я говорю, давай мы сделаем, то есть, чтобы сквизматик был доступен. То есть, сквизматик у нас продается вот этот, вот, как бы, онлайн-сервис для создания, там, неограниченного количества, там, продающих страниц или подписки, там, на вашем сайте, да, то есть, 19 долларов в месяц. То есть, у нас все участники Runet Secrets X получают его бесплатно, то есть, ну, в виде бонуса. То есть, это вне зависимости от того, а вы, как бы, у вас годовой, годовой абонемент или, там, ежемесячный. То есть, вы в любом случае, как бы, он есть. Ну, то есть, это я рассказываю на каждой презентации. То есть, вы можете их там создавать сколько хотите. И все очень просто и легко, там, размещать на своих сайтах. Я Вере, кстати, Вере, огромное спасибо подугольнику. Вот она здесь присутствует. Она записала видео о том, как она использует. И она, наверное, это первый человек в Runet, который использовал данный сервис именно для того, чтобы, там, совершать продажи своих продуктов. Это очень круто. И, естественно, каждый может также все очень просто и легко, там, разобраться, там, буквально, там, за несколько минут создавать, там, продающие страницы для своих сайтов. То есть, и не обращаясь ни к каким, там, сервисам с абонентской платой, там, с дорогой и так далее. Здесь, как бы, оно дается просто бонусом. И, то есть, это в любом случае вы его получите, да, вот этот вот онлайн-сервис, который у нас, там, 19 долларов в месяц он стоит. И плюсом, просто еще, до того, как видео-тайковер запускается в паблик, то есть, публичный запуск, то есть, кто получает годовой доступ, вот сейчас, да, то есть, пока таймер не достиг нуля, то есть, мы даем еще видео-тайковер тоже бонусом, просто и базовую, и про-версию, потому что они, ну, будут последовательно предлагаться. То есть, базовая к ней будет про, как бы, апселлом, но это вот через две с лишним недели будет происходить. Вот, поэтому, друзья, я советую, просто советую, если вы видите, что это то, что вам нужно, то есть, не совершать решение опрометчиво, то есть, если вы видите, что это то, что нужно вам, просто, как бы, оформляйте заказ, и даже если есть доступ к сообществу, ну, там, может быть, оплачен, там, месячные, да, там, и так далее, или, там, тестовые, ну, по-разному, и вам прилетит, как бы, письмо со счетом, да, то есть, не 15700, а 13700, потому что у нас, как бы, еще скидка действует, то есть, в принципе, 15700 за год, это и так большая скидка, потому что, ну, это 2780 умножить на 12, это намного больше, чем 15700 за год, вот, к ней еще дополнительно мы сделали 2000, то есть, 13700, все-таки, кибернеделя, и еще бонус видео-тайкового, базовая и про-версия, то есть, выходит, ну, преимущества очень-очень много, плюс, то есть, начать во всеоружии новый сезон, то есть, это интересно, это интересно, потому что, когда вы можете привлекать внимание людей, когда вы можете, даже, смотрите, если нет своего сайта, там, использовать, там, промоушены, там, каких-то партнерских продуктов, вот, ну, оно и нежелательно, нежелательно, да, но, скажем так, ну, нет своего сайта, можете, можете его, как бы, использовать, да, для того, чтобы партнерские продукты продвигать. Так, Ольга Знабишина написала, да, они, как бы, действуют еще, там, не успели их поменять, не успели поменять, действуют, вот, и, по поводу этого, как бы, предложения, то есть, смотрите, я, я просто специально записал, вот, как оно есть, то есть, вы сами сможете, вот, вот, перешли, то есть, нажали на баннер, когда, вы переходите на страницу, то есть, получается, вы видите, что я через свой блок, через свой блок вставил страницу RunetSecretX, и смотрите, что здесь интересно, то есть, вот оно видео, да, блок с видео выскочил, там таймер идет, и вы можете, то есть, вы в настройках можете регулировать видео, что будет автоматически воспроизводиться, либо будет не автоматически воспроизводиться. Я просто понимаю, что видео на странице с презентацией RunetSecretX, оно и так автоматически воспроизводится, я поставил, чтобы оно автоматически не воспроизводилось, видео, которое вот, ну, в блоке выскочило поверх страницы с презентацией. Все, то есть, и в заголовке стоит, собственно, призыв к действию, да, то есть, что нужно сделать, поставьте видео на этой странице на паузу и послушайте мое срочное сообщение. Все, вы его слушаете, и можно нажать на кнопку ниже, чтобы воспользоваться своим бонусом. Вот так это сделано. Естественно, по истечении таймера оно как бы перестанет, перестанет действовать, вот, потому что дальше пойдут у нас уже как бы другие подготовки. Вот, друзья, на сегодняшней трансляции я уверен, что открыли много нового для себя, по крайней мере целостная картина появилась, и я буду очень рад, что если сейчас вот поэтапно внедряя все, что вы видите там внутри RunetSecretX, вы уже как бы, вы вступаете во всеоружие, во всеоружие там новый деловой сезон, когда говорят, что ой, все плохо, не, на самом деле сейчас все хорошо, просто когда у вас есть новые инструменты, когда, скажем так, инструменты для привлечения внимания, для того, чтобы вы могли как бы привлечь, то есть выстроить весь процесс, когда вы можете там вот серию писем выполнить, выстроить, ну скажем так, чтобы человек вовлекался в ее прочтение, и тогда на самом деле все становится только интереснее, прикольнее, и вы видите, что да, да, интернет-маркетинг, да, это бизнес с человеческим лицом, но ты должен сам быть человеком для того, чтобы у тебя люди покупали по твоим ссылкам. Вот, друзья, надеюсь, я вас убедил. То есть, если есть вопросы, я с удовольствием готов еще на них ответить сейчас, потому что у меня еще есть 20 минут времени.